Молот при Каме провел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции против Нефтекамского Тороса. Напомним, на выезде наша команда дважды уступила, поэтому на своем льду нужна была только победа. С первых минут пермики пошли вперед и порой серьезно угрожали воротам соперника. Однако вратарь Тороса Сахацкий ошибок не допускал и отводил все угрозы. Нефтекамцы атаковали нечасто, но очень опасно, и на 12-й минуте смогли открыть счет. Молотобойцы усилили натиск, но вместо того, чтобы отыграться, пропустили еще один результативный выпад противника ближе к концу второго периода. Сократить отставание нашим удалось в начале третьей 20-ти минутки. Шайбу в сетку красиво отправил Кулик. Однако менее чем через две минуты Торос воспользовался ошибкой молотобойцев в обороне и повел 3-1. Молот попытался вернуть матчу интригу, и это удалось на 54-й минуте. Перри точным щелчком вновь сделал отставание минимальным. Однако дальше этого дела не пошло. Нефтекамцы отбились и выиграли 3-2. Хочется отдать должное, конечно, команде соперников. Устроили, ну, я скажу так, настоящий праздник, хотя и для болельщиков, но для тренеров, наверное, лишние седые волосы. Ни один клуб. По этим матчам ни к одному игроку, ни к одному игроку никаких, даже малейших претензий нет. Видно было, что у нас был коллектив, была команда. Да, ошибки они есть. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Таким образом, нефтекамцы одержали победу в серии и вышли в следующую стадию плей-офф, а наша команда, увы, сезон завершила. Фарм-клуб «Молота» «Октан» тем временем продолжает выступление в плей-офф МХЛБ. Одну восьмую финала наши успешно преодолели, обыграв трех матчах «Ангарский Ермак». Соперником в четвертьфинале выступают челябинские «Стальные Львы». Первый матч серии состоялся на Пермском льду накануне. «Октановцы» трижды вели в счете по ходу встречи 1-0, 2-1 и 3-2, но всякий раз южноуральцы догоняли. Более того, за четыре минуты до конца основного времени гости вышли вперед 4-3. Наши хоккеисты бросились отыгрываться и преуспели в этом через минуту с небольшим. Так игра перешла в овертайм. Дополнительная десятиминутка счет не изменила. Выяснение отношений продолжилось в серии буллитов. Здесь прикамский коллектив оказался сильнее и вырвал победу 5-4. В плей-офф всегда такие игры, да, тяжелые, трудные. Вот здесь и проявляется характер. Но что касается игры, обе команды, я считаю, что провели достойный матч, достойный матч. Бились, что они, что мы. Но, к сожалению, нам в лотерее не повезло, в буллитах. Это плохо, конечно. Первый раз наши парни, многие, играют в плей-офф. То есть мы пытаемся им объяснить, что это такое, что совершенно другие игры, совершенно другой хоккей. И вот по сегодняшней игре можно сказать, что в принципе они это поняли. То есть вот тот настрой, то желание сумасшедшее. Вторая игра получилась не менее упорной. На этот раз гости уже в самом начале трижды поразили пермские ворота. Однако затем наша команда постепенно прибрала инициативу. На 56-й минуте встречи октановцы вплотную приблизились к львам 3-4. Но в ходе финального штурма сравнять счет так и не удалось. Третий и четвертый матчи серии до трех побед состоятся в Челябинске 14 и 15 марта. Близится пора игр на выбывание и в российском гандболе. Пермские медведи провели домашний матч 21-го тура против коллектива РГУФК «Чеховские медведи». Первая половина встречи завершилась в ничью 14-14. А после перерыва подмосковным гандболистам удалось доказать свое превосходство 32-27. 16 марта пермяки вновь сыграют дома. В гости пожалует Питерский университет Нева, занимающий сейчас третье место в турнирной таблице Суперлиги. Наши идут седьмыми. Волейболисты Прикамья в эти дни проводят в родных стенах матчи 18-го тура чемпионата России среди команд высшей лиги А. Соперник – волейбольный клуб Тюмень. Начало первой встречи осталось за хозяевами площадки. Пермяки захватили инициативу и без особых проблем выиграли сет 25-17. Во второй партии с первых минут пошла плотная борьба, что называется «очко в очко», которая продлилась до самого конца. Счет был 24-24, однако затем пермякам удалось набрать два очка подряд и оставить сет за собой 26-24. С началом третьей партии в счете появили хозяева площадки, но гости далеко не отставали, сохраняя интригу встречи. Однако после второго технического тайм-аута Прикамья совершила мощный рывок и все вопросы в этой встрече были сняты – 25-18 в сете и 3-0 в матче. Мы полностью контролировали игру, то есть хорошо подавали, причем подавали нацеленный планер, который ребята не справлялись в Менске с ним. Ну, соответственно, и заработал блок у нас. Нам было легче блокировать их нападающих. Единственное, потеря концентрации во второй партии вот такой привела немножко качели качелям. А так, в принципе, результатами и игрой доволен. Повторный поединок получился куда более упорным и проходил, как на качелях. Первую партию на больше-меньше выиграли гости. Во втором сете наши взяли реванш. После третьей партии впереди снова была Тюмень и снова подопечные Владимира Путина и Владимира Викулова сравняли счет в матче. А затем проявили волю к победе, переломив ход неудачно складывающегося тайбрейка. 15-13 в решающей партии, 3-2 в матче. Прикамья по-прежнему лидирует высшая лига. Следующие игры наша команда проведет на выезде в конце марта. Андрей Сидорчуков, телевизионная служба новостей.